Судакская крепость Выкинские иранские криминальные, они шли через поисковые степи, через море, попали в Алину, в Вододавную долину, где декларировали, где были леса, можно было построить город и назвали поскольку Судак и последний год год, то что значит чистый или святой, потом, впоследствии Судак значит чистый и святой Сурас, Сагдая, Судея Хюрем продали турецкому султану. Хюрем, видимо, родилась в Судаке, а я даже и не знала, что Хюрем Роксолана родилась в этом месте. Идем на Генуэзскую крепость, и нас ожидает, мама дорогая, 90-30 ступенек. Фух, мы это сделали, да, Ксения? Да. Язык просто на вакуум. Сейчас я всё сфоткаю и сниму вид. Дай отдышаться. Фух. Ой. За сегодняшний день минус 5 кг, я надеюсь. Вот она самая крепость. Здесь заповедник Сударская крепость. Идем дальше. Решили попить мохито, потому что жара вообще невыносима. 150 вон, есть стаканчик. Короче, купила тоже мохито, потому что капец. Чистый капец, на улице жара невыносимая. Мы стоим за билетами в Генуэзскую крепость. Вот такая толпа народа. Вот такая толпа народа. Билет стоит 300 рублей. Уже желание всё отпало куда-то либо идти. Ксения у нас инстаграмщица, оказывается, я и не знала. Девочки за вас. И она говорит, я хочу фотки выложить из Генуэзской крепости. Так что, хочешь не хочешь, пришлось тащиться с ней вот в это место. Вот зашли мы на территорию Генуэзской крепости. Фотографии, естественно, все платные. Все стоят, фоткаются. Вот этот вот трон мне уже известный. Как-то я его уже снимала в Феодосии, этот трон. На трон, на трон, на трон, на трон, королева, на трон красивого. Нет уж, спасибо. Садитесь сами на этот трон. Вот фото с рыцарем 100 рублей, на троне 200 рублей, в костюме 300 рублей. Ну и, короче, отъем денег. Элементарный отъем денег у населения. Ну и идем дальше. Кстати, на входе забирают, просят выпить воду и одеться. Алла была в купальнике, попросили ее одеться. Что она и сделала. Натянула платок повыше и получился сарафан. Ну и вот мы находимся в Генуэзской крепости. Такой вот вид. Такие стены. Где-то звуки дудочки. Ой, блин. Что он там делает? А, монетки чеканит. Так, ладно, идем. Ну и везде сувенирные лавки. Куда они глянь, продают всякую всячину. Домами первые этажи более каменные. Вторые деревянные. Собственно, видим, что эта земля поднимается вверх, как бы, ступеньками. То есть линии древних террас и торговые. Эта застройка шла. Все еще видны. Слева на столе видны дни панины. Где-то там, где земля провалилась внутрь помещений первых этажей. То есть город еще как бы не откопанный. Останки первых этажей все еще там под землей. Как эти тропинки здесь, улицы города смыкались в центральной городской площади. На которой мы с вами и стоим. Здесь располагался рынок у ворот. Ну и главные городские здания. Видимо, это здание справа пристроено прямо к воротам. Внутри такая ниша. Эта ниша, это камин 15 века. А само здание, это здание лоджии коммуны. То есть здание городского совета. По нашему городском совете в стиле уважаемые граждане помогали консул управлять городом. Здесь на площади были главные религиозные здания. В афганевское время католическая церковь прибыла большое значение. Видим, главнокатолический храм слева. Вот ближайшие к нам руины на уровне крыши вот этого вот навеса. Это остатки собора Девы Марии, главного католического храма города. Когда город пришел в руки мусульман, здесь была построена мечеть. Она находилась прямо напротив нас, за конем. Вот там ряд белых табличек за ними. И вот эти полуметровые буквально остатки мечети Хаджибей остались. А вообще-то большинство населения города были православными. Главный православный храм, собор Стой Софии просто не сохранился до наших дней. Ну, может быть, пока что еще не найден. Интересно, что по документам здесь чистилось две крепости, а не одна. Нижняя стена — это крепость Санта-Кроча, крепость Святого Креста. Верхняя крепость называлась уже по-другому — крепость Святого Ильи. Слева большая башня — это консульский замок, цитадель — самое укопленное место города. Там проживал консул-управитель Геннесс Кайпург. В центре видим Георгиевская башня, рядом с ней зияет проход ворот в верхний город. На самой вершине горы дозорная башня выполняла роль тюрьмы и маяка для мимо проходящих судов. На наших дней сохнилось плохо, как и вся вершина горы, для осмотра недоступна. Это опасно для жизни, и сразу за ней — отвесная скала. Именно наличие огромной отвесной скалы с юга и крутых сконов с юго-запада и юго-востока сделало эту вору местом размещения поселения. Обороняться здесь очень легко, удобно, но не очень легко и удобно жить. Дело в том, что на этой горе отсутствуют источники пресной воды, что делала довольно сложная здесь жизнь. И главное — могло сделать крепость бесполезной в случае осады. Поэтому проблему с судой необходимо было решить. Как она была решена, узнаем на следующей остановке. Идем дальше. Одна из четырех цистерн, которые существовали в городе, у нас получились засухи или осады. Возможно, их было больше, просто нам известно четыре. Это самая такая, средняя, по размеру, около двух кубических метров воды. Все вмещало, прежде всего, прямо помещение. Если прямо помещение заливалось водой, оно уходит в глубину. Так вода попадала туда, если здесь воды нет. Попадала с соседней горы, вот гора Перчем, прямо за северной стеной. Ближайшая к нам склона горы Перчем. Вода есть. Там сооружались каптажи. Специальная картина ванна, где она накапливалась уже оттуда, по керамической подземной трубе. Вода поступала сюда, в цистерну. Виде, трубы торчат здесь прямо из стен. Ну, или мы к вам в состоянии уже приметы, которые мы увидим в музей, вон, на экскурсии. В здании цистерны сегодня тоже музей, только виртуальной реальности. Там можно надеть VR-очки и оказаться, так сказать, в городе 14-го века. Посмотрите, как-то все тогда выглядело. Кот 200 рублей. Какой 1394 год? Вот из этих щелей. Это окошки. Это окошки, да. Вот тут из этих щелей, наверное, стреляли. Башня Бальдо Гуарко называется. Башня трехстенная, трехэтажная, с четырехстенным нижним ярусом. Вход в башню находился на втором ярусе со стороны боевых площадок, примыкающих к картин. Короче, вот такая вот башня. Трехстенная. Трехэтажная, четырехстенная. Такая вот башня. Идем дальше туда. Вот мы подходим почти к самому обрыву. Поднялся ветерочек. Завывает ветер. Сейчас мы с вами посмотрим, что там за этой дверью. за этой дверью. Сейчас посмотрим, кто там. Капец, какой тут ветродуй. Вот такая красота. Обороняли город Судак-Семуре. Почитаем, что там написано. Тоже памятник архитектуры. Вот она, дорога называется. Крымский вальс нам сказали, потому что она тудым-сюдым. Вот этот вид офигенский с этой крепостью. Такая оборонительная крепость. Ну а мы идем все выше и выше. Короче говоря, козочки на выгуле как-то так. Там вдали вон виноградники растут. Эти виноградники. Такой вот вид. Ну и вход вон Судак. Там была наша экскурсия. Ветер капец задувает. Но мы не стали ходить с толпой. Дала, чтобы не подхватить всем известную корону. На народу очень много у нас экскурсий. Наверное, человек все пятьдесят. Посмотрите, сколько. вон. Поэтому, чтобы не стоять в толпе, мы, как сайгачки, решили приползти, пробежать, пройти самостоятельно. Пахнет луговыми травами, полынью. Не знаю, чем пахнет. В общем, запах травы. Такие пустарники. Не знаю, что это такое. Ну, вот такая вот тут местность. Через Судак идет дорога на Новый Свет. Так, ну вот мы вышли на какую-то обзорную площадку. Называется Георгиевская башня. Башня представляет собой двухъярусное трехстенное сооружение, открытое с южной стороны. Нижний ярус башни возведен не позднее первой половины десятого века. Использовался с этого времени не в качестве часовни. Посмотрим, что там такое интересное. Круто. Ну и вот там вид. Набережная Судака, пляж Судакский. Короче, Судакская бухта. Ну и вот она сама эта крепость. Я все показываю. И вид, и вас показываю, и все на свете. Вид я уже показала. Обалденный вид. Ну а мы выходим. И идем вниз. Куда уже дальше мы не пойдем. Уже 150 тысяч фотографий нащелкали в этой крепости. Ну, в общем, вспомнилась мне еще раз Турция. Как же без нее, без любимой Аланьи, где мы также ходили, поднимались на крепость на фуникулере, когда отдыхали в Аланьи. Такой же там безумный вид на море был. Так что, конечно, скучаешь по любимой Турции. Ну и путешествуешь по Крыму. Не зря говорят, что делается все к лучшему. Не была бы закрыта Турция, не побывали бы мы тут в Судаке. Конечно, Турция не закрыта, но что-то как-то пока не рискуется туда полететь. Поэтому летний сезон 2021 посвящен крымским путешествиям. Ну, а мы спускаемся вниз. Я думаю, мы идем на выход. Вот. Все идут без маски. Мы зашли вот в эту столовку, в еда называется. Ну и пообедали на 800 рублей. В принципе, цены такие приемлемые в этой столовке. Запомнила одно, что зеленый суп я брала, а 58 рублей он стоил. Ну вот. Мы подкрепившиеся идем обратно на свой теплоход. Водопер Чайковский, просьба поторопиться на посадку. Через минуту теплоход отходит. Вот. Короче, галопом по Европам быстрее на теплоход. Прогуляться не удалось по Судаку нам. Но, как вы видите, толпы народа на пляже в городе Судак. Ну и вот такой вот песочек в Судаке. И, как обычно, очень-очень много народа. Дальше. Давай, иди, иди, иди. Дальше. Мы идем на свои VIP-места. Места на второй палубе платные 300 рублей с человеком. Так, наши места заняты. А мы тут сидели. Выгнали мальчика. Короче, заскочили самые последние. Мило неплохо. Но зато сытые и довольные. Не успели пообедать. И отправляемся обратно домой в Канаку. comma,igneе Ш ripман. Если всё у нас пытались, поспитли calcium. Не успели поездок. Не успели поестьeous kiddingť. И труд sich на услуги. Я сделаю свой приём. Парай Frankfurt поэтотор以前. Когда здание будет suivre белье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok